Приветствую, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами Сергей Эл. Сегодня я продолжу проходить игру под названием BlackSide Array Zona 51. Итак, в прошлой части мы закончили главу. Первую под названием Ирак. Итак, вот эти вот все части мы прошли. Переходим ко второй главе. Называется Карантин. Первая часть, первая жертва. Что ж, друзья, продолжаем. Продолжение следует. Продолжение следует. Конгресс должен одобрить поэтапный план призыва уже на следующей неделе. По данным опросов, граждане недовольны как призывом, так и самой войной. Неопределенность в отношении конфликта сбила рейтеров президента до рекордной низкой отметки. Подробнее об этом расскажет наш Сапкор в Вашингтоне. Продолжение следует. Капитан Пирс, добро пожаловать во времени лаги, сэр. Проходите. Он вот-вот рухнет. Полковник, по-вашему, в Минобороны уже сказали все, что нам надо знать? Вы серьезно? Я сообщу вам, когда посчитаю нужным. Но разве это не касается здоровья граждан? Когда вы посчитаете нужным, полковник, при всем уважении, разве так отвечает? Вам я буду отвечать только так. Интервью окончено. Пирс, пойдемте со мной. Ну, идем, идем. Послушайте, нам расскажешь. Есть несколько сценариев проведения операции. Первый. Мы отправляем Ваш отряд прямо на базу для точного удара. Вариант второй. Начинаем полномасштабный штурм. Разумеется, Пентагон рассматривает и более жесткие меры. Мы не исключаем никаких версий. Всем гражданским в радиусе 150 километров было предписано прибыть в лагерь. Большинство из них подчинилось, однако всегда есть парочка бунтарей, решивших пересидеть бурю дома. Четвертая пехотная вошла в город Рэйчел, Невада для последней проверки в 14.00. Мы потеряли с ними связь 30 минут назад. Ну что ж. Пойдем встретимся. Удачи вам, Пирс. Спасибо. Мы верим в Вас. Здорово, Пирс. Давно не виделись, друг. Пошли, надо собираться. Как тебе брифинг полковника Грина? Да нормально. Ла-бла-бла, ва-ва-ва. Ладно. Просто дай пушку, чувак. Эй, друг, есть сюрприз для тебя. Тут Ноя. Из Ирака. Уже два года прошло, а она до сих пор в людей иголками тычет. Ты знаешь, что? Ты следующий? Мэм, прибыл капитан Гирс. Лазарят вон там. Я ждала вас. Подойдите сюда. Они нас слышат. Я не могу тянуть. Дайте мне руку. Полковник Грин идиот. Либо у него не лады с головой. Он понятия не имеет, что там творится. Помните, Ирак? Вот почему вы здесь. Поэтому мы оба здесь. Вас посылают туда без... Слушайте, ничего не трогайте в Рэйчел. Закройте кожу одеждой. Начнутся странные ощущения, обращайтесь ко мне. Ясно? Доктор Уайс, мы получили анализы воздуха. Содержание грибковых клеток в семь тысяч раз выше нормы. В смысле, семьсот? Нет, мэм. Я дважды проверил. Достаньте мне образец. И наденьте маску. Да, мам. Пять тысяч семьсот девяносто девять. Пять тысяч восемьсот. Хуя! Ха-ха-ха-я! Черт, Ноэ меня пугает. В натуре. Ты только глянь, а. Опять гроза. И вот так уже целый день. Сезон ураганов в Неваде. Глобальное потепление. Да. Ну, пошли, узнаем, как там дела в Рэйчел. Когда это кончится, давай рванем в Вегас. Денег поднимем. Посмотрим матч в Цезаре. Эмбра Зубабу найдем. Ха-ха. Ему надо. Ну и дела. Я гляжу, они в эту помойку всех без разбора пускают. Как жизнь? Это Джанин. Ей на днях два годика стукнуло. Ну, чё знаешь, колись. Говорят, будто местная гвардия поссорилась с головой, но я в это не верю. Сюда бы не согнали столько народа ради толпы пьяных пьяных. Кто знает. Пирс, хочешь за руль? Я спереди. Конечно, можно порулить. С какой стороны здесь садится-то. А, ну чё, ну чё ж, погнали. Сюда бы не соглашусь. Группа Эхо. Погода разбушевалась не по сезону. Сильные дожди. Вода смыла отдельные части шоссе. Вам, возможно, придется съехать с дороги, так что пристегнитесь. Конец связи. Эй, Грейсон, включи музыку. Ну вот, ток-шоу. Терпеть их не могу. Всем, кто кричит «нет» призыву, я хочу задать лишь один вопрос. Кто, по-вашему, будет сражаться во всех этих войнах? Что они скажут в ответ? Они скажут, мы не хотим войны. Именно так. Но в реальности все иначе. Америка стала мишенью, и мы ее защитим. Точка. Знаешь что, Риди, я волнуюсь за нашу страну. Люди должны услышать клич «бессильные армии, мы утки из тира». И я виню в этом прессу. Наши журналисты приступили черту. Абсолютно. Слушай, с меня хватит. Выключи его. Риди, если он не носит форму. Он должен заслужить это право. Моста нет. Блин, ну и дороги. Прямо как дамбы в Ноулинсе. Вот и кончился легкий путь. Попробуем по-военному. Внедорожье, детка. Что ж, дальше идем пешком. Дорога перекрыта. Так. Там еще какой-то грузовик стоит. Или, подожди-ка. Все-таки не пешком, а на чипе, наверное, надо ехать, да? Объездной путь, объездной путь. А, вон там, походу, нужно объехать. Сейчас проверим. Зайдный ход. Вот здесь. Да. Походишь, что здесь. У-у-у-у. Тихо. Погнали. А это что еще за черт? Четвертая пехотная? Свяжись с полковником Грином. О, черт, опять он. База — это группа Эхо. Вы отправляли вертолеты в наш район? А то здесь один объявился. Прием. Эхо, это полковник Грин. Вертолетов нет. Он точно не наш. Прием. Они рвут нас отчасти. Охренеть, чувак. Повстанцы в американских птичках. Хреново дело. База говорит Эхо. Замеченный вертолет в Рождебен. Повторяю, замеченный черный ястреб в Рождебен. Какого? Группа Эхо. Разрешаю открыть ответный огонь. Разрешаю открыть ответный огонь. Из чего? Из пуполки? У нас нет пуполки по порталу. А нам же моляет, как нам же было. Ладно, постараемся от него уйти. Давайте двигать отсюда. Потом разберемся, кто это был. Обычки. Ну, это не гвардия. Глянь сюда. Дрянь. Как думаешь, что это? Без понятия. Оно дохлое, и я жив. И меня это радует. Надо двигать дальше. Блин, ну что еще? Что это за фиговин? Похоже на помесь таракана со свиномат. Ой-ой-ой-ой-ой. Надо держаться на этих тараканах подальше. А то развесли пироги. У нас высокая мораль отряда, и это хорошо. Отдерем их! Эй! Эти штуки живые мины! Чума! Ползучие фугасы! Моразм крепчает с каждой минутой! Это какая-то зараза! Ого! Какой прыжок! У этих ребят нет и шанса! Да, стремновато. На тебя такие ползучие бомбы бегут. Пошли от нас нафиг. Пошли от нас нафиг. Да уж, сегодня плохо жить в Неваде. Ага! По натуре, чувак! Приехали дальше дороги. Надо вылезать. Знать, мы опоздали на заварушку? Ворота сломаны. Давайте их откроем. Так, сейчас немного посмоляем из пулемета. Внимание! Прямо по курсу! Пирс, хватай пушку! Да уже схватил. Прямо по курсу! Прямо по курсу! Продолжение следует...